И я до слова запрошую профессора Абатурова Александра Евгеновича с доповедью сучасна антибиотикотерапия гострых респираторных захворювань, выкликанных патогенными бактериальными агентами. Прошу. Глубоковажаемые председатели, глубоковажаемые слушатели, ну как бы вот сейчас все про жизнь говорили, да, про биос, про жизнь. А я, позвольте, антибиос. Против. В жизни. Но это правда. Как бы не задумываемся, вы же часто применяете антибиотики, да? Ну, наверное, наиболее часто, чем какие-либо другие препараты. Но это антибиос. Это все ваши действия направлены против жизни. Маленьких бактерий. Но если мы с вами посмотрим на нас с точки зрения сегодняшнего понимания, то мы должны отдать должное тому, что мы – это не только тело, которое ходит, которое мы идентифицируем с собой и на паспорт, когда смотрим, да, это мы. Нет. Мы – это значительно больше. То есть мы – это тот геном, который у нас есть в каждой клетке, которую мы можем очистить, как мы. А есть еще вот этот микробиом, о котором Галина Владимировна говорила, который носит метагеном. Наш геном, метагеном, и все вместе – это единый геном. Голобиота. Это мы с вами как голобиота. Слышали, да, такое слово? Ну, сейчас это часто будут говорить, и с каждым годом вы чаще-чаще будете слышать, что вы – это не вы, а голобиоты. Ну, не в смысле голо. Хотя, может быть, и в этом я к чему. Но голобиота – это не то, что мы видим с вами, а это еще и где-то метра три вокруг нас то, что мы не видим. То есть мы с вами занимаем место, ну, диаметром где-то три метра. Вы все сейчас нарушаете личную безопасность, потому что находитесь значительно ближе, чем должны. И обмениваетесь своими микробами, и вы становитесь немножко теми, кто сидит рядом с вами. А те, которые сидят рядом с вами, становятся немножко теми, кто, собственно, вы и есть. И отсюда уже выйдете не вы. Нечто немножко другое. А это к чему? А на самом деле все у вас так сбалансировано, так сбалансировано, что нас же постоянно окружают патогены. Постоянно. Но мы с вами же не болеем. Вот вы сделали линдог. Сколько вы бактерий получили? Кто скажет? Кто? Ну, кто-то из молодых может мне скажет. Сколько бактерий за линдог получает? Патогенных. Ну, ладно, я скажу. Можно? Я тут прочитал. Примерно сто тысяч. Сто тысяч бактерий патогенных. И что, кто-то из нас тут сразу заболел? Но после того, когда вы пошкарябали свой голубиом, а голубиом других людей, и сделали такие штучки, на которые хорошо пристанут патогены, риск заболевания у вас резко увеличится. И даже не потому, что встретились с кем-то, кто болеет патогенным и передал вам патогенную флору, а потому что ваша эта блестящая поверхность, вашего гнотобиотического шара нарушилась за счет присутствия. И появилась возможность, что вы можете заболеть. А если вы переутомились, переохладились, перегрелись, передумали, перенервничали, с начальником пообщались, то, естественно, это еще изменилось в большей степени. И у вас появляется вероятность, что вы, даже та патогенная флора, которая у вас была и не вызывала заболеваний, вы завет. И вот тогда вам понадобятся препараты, которые называются антибиотики. И, конечно, чаще всего, что страдает? Респираторный тракт и кишечный, так как наиболее близкие к этой внешней среде. И я вот постараюсь, ну, как бы, в таком очень быстром темпе. Можно? Вот если мы с вами посмотрим и скажем, да, а чем мы болеем? Чем? Чаще всего это вирусные инфекции. Вирусные. 90% у детей это все вирусные инфекции. Все бронхиты это вирусные, все, вот так называемые, в большей части это вирусные. Пневмонии, наоборот, немножко. Скажите, получают эти дети антибиотики? Как часто они получают? Да, мы говорим, нет, конечно. На вирусы действуют антибиотики? Не действуют. Мы назначаем при вирусных инфекциях, при острых, при острых респираторных вирусных инфекциях. Назначаем антибиотики? Назначаем. Действуют антибиотики на вирусы? Не. Но мы не такие. Мы все равно назначаем. Но я хочу сказать, что на самом деле не только мы не такие. Если мы с вами посмотрим статистику французскую, американскую, Великобритании, то мы увидим. Французы 86%, американцы 79%, англичане чуть меньше. Ну, мы, конечно, лучше всех. Да, мы лучшие. Назначают антибиотики при острых респираторных вирусных инфекциях. А при этом мы говорим, а, антибиотики не действуют на вирусы, и б, антибиотики не предупреждают развитие бактериальных осложнений. И дальше мы уверенно говорим, да, пейте антибиотики. Понятно, да? Вот это очень важная мысль. Но я хочу подчеркнуть немножко другое еще. Мы с вами, мы с вами, вот как это, как это там, как это обезьяна, не знаю, самая красивая она или самая умная. С какой точки зрения? Мы с вами рассуждаем, с одной стороны, как инфекционисты. Мы говорим, да, это вирусный инфекция, это корь, это корь там, это, 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 это иресинфекция, инфекционисты. А с другой стороны, мы с вами нозологисты. Мы говорим, да, это танзелит. Это танзелит, это бронхит, это пневмония. Чувствуете, да? И вот здесь мы с вами всегда совершаем одну методологическую ошибку. Мы не можем решить, кто же мы. А по какой причине? Потому что мы с вами все вышли из немецкой медицины. Вы же немцы, нет? Ну, по образу мысли. Ну, правда же. И поэтому мы с вами лечим пациента. А когда мы назначаем антивактериальную терапию, мы должны с вами понимать, ничего мы никого не лечим. Мы занимаемся, мы киллеры. Мы с вами занимаемся самым главным действием. Мы способствуем иллюминации или убийству бактерий. Бактериальные, да? И все. И наша задача способствовать тому, чтобы эти бактерии как можно больше... Патогенные погибли. Организм их иллюминировал. В чем основная мысль? Потому что, когда мы лечим пациента, мы говорим, да, вот пациенту стало легче, он уже бегает, прыгает, можно не лечить. Можно отменить антибиотик. Так же делается? Ну, вы нет. Нет, вы нет, нет. Это все родители. Это родители говорят, зачем же давать на третий день, когда он уже бегает и прыгает? Это мы не доносим эту простую мысль, что мы, когда назначаем антибактериальные препараты, мы занимаем... Самая главная задача – это элиминировать, это провести эрадикацию. Вот если гастронтерологи уже пришли к этому пониманию, они говорят, да, хирикобактер надо эрадицировать, то инфекционисты еще к этому пониманию не пришли. Они не говорят, что надо провести эрадикацию стрептокока гемолитического. Не говорят же, нет, они говорят, просто лечите танзелит. Но мы же не лечим танзелит, мы лечим пациента с ци-танзелитом, а антибиотики мы назначаем для того, чтобы провести эрадикацию. И поэтому длительность терапии, не зависит от того, насколько хорошо чувствует себя пациент, если он лучше себя чувствует, значит, мы просто попали. Это критерий того, что наш антибактериальный выбор соответствует его возможностям по отношению к причинно-значимому возбудителю. Понятно, да? И поэтому мы должны родителям объяснять, что длительность антибактериальной терапии связана не с тем, насколько лучше пациенту. Это связано, что мы умны. А длительность нужна для того, чтобы достигнуть эрадикации. Самые главные причины летальных исходов при антибактериальной терапии. Самые главные причины. А. Неправильно выбран антибактериальное средство. Неправильно выбрано. Почему неправильно выбирают? Вот мы сегодня сидели за столом. Татьяна Александровна, могу я это сказать, да? Спасибо. Мы сегодня сидели за столом и говорили, что же происходит? А происходит вот что. Как только доктор, а доктор же он кто? Он же интеллект, он же умен. Как только доктор начинает думать, он совершает ошибку. Всех думающих врачей, бегите от них. Если вы пришли к врачу, он задумался, он звонит другу, бегите, бегите. Стандартную задачу врач решает стандартно, согласно протоколу. А протокол делается на основании опыта миллиона врачей. Согласно опыту мирового сообщества и стандартную задачу, он решает стандартно, согласно протоколу. И вот именно это и показывает. Как только доктор выбирает антибактериальное средство, не согласно протоколу он совершает ошибку. Он, а что он этим говорит? Что он подразумевает? Он говорит, все дураки, все. Это я, я сейчас подумаю. Я не такой. Я сейчас подумаю, как напишу лекарство и все, и все будут здоровы. Нет. Скажите, вот вернемся к пневмонии, да? Давайте, потому что пневмония это самые... Пять детей каждый час погибают от пневмонии на нашем земном шаре. Каждый час. А давайте вот про пневмонию. Нам рассказывают, что... Какой самый частый возбудитель пневмонии? Как этот называется? Пневмокок. Да. Стрептококк – главный убийца человечества. Стрептококк – главный убийца человечества. Больше, чем спит, грипп. Да? Эбола. Ах, вообще, пигмей. А стрептококк – главный убийца. Главный. Стрептококк – самый главный. Но я хотел бы ваше внимание обратить на что. Когда мы говорим о причинозначимом возбудителе. Пневмонии. Что мы смотрим? Мы посмотрели, и нам говорят, вот, ребята, там, посмотрите. Мы провели изучение этиологической структуры пневмонии. Первое место. Стрептококк – второе место. Второе место кто? Гемофилиус инфлюенция. Третье место. Мороксолокотарарис. Четвертое. Микоплазма и хламидофилия. Ну и там стафилококк где-то. И говорят, вот это вот так. А если вы посмотрите, вы увидите. А как нашли, что это причиннозначимый возбудитель? Каким образом? Для того, чтобы сказать, что это инфекция, нужно ответить на три вопроса. А, что есть больной макроорганизм. Не просто, а больной. Второе, что в нем мы нашли этот возбудитель. И третье, что макроорганизм специфически ответил на данный возбудитель. Понятно, да? Это же понятно? Это любой инфекционный процесс. И когда мы решаем диагностику, этиологическую диагностику любого инфекционного процесса, мы берем пациента, который больной, находим в нем вирус или бактерию, которая вызвала это заболевание, и находим антитела к данным вирусам или бактериям. Тогда мы говорим, да, это герпес-инфекция, да, это Эпштейна-Барра, это Корт, это там морбирик и так далее. А вот пневмония тут сложная. Для того, чтобы... Откуда берут и сеют, сеют бактерии? Откуда? Откуда-во? Да, я вам расскажу. Из носа, из задней стенки глотки. Заднюю стенку глотки посеют, говорят, это пневмония, да. О, мокроту сеют, да? Лаваш сеют. Это все бронхиты, это все... Откуда нужно взять? Абсолютно то. Единственный способ. Получить причинную... Возможно, причиннозначенный возбудитель, это сделать трансторакальную биопсию. Все смеются. А это ж правда. Сделать трансторакальную биопсию. Этот биоптат посеять, а теперь мы скажем, у нас высеваемость примерно 40%, примерно. Это в хороших лабораториях. Высеять бактерии, которые, возможно, патогенные, и кроме этого найти еще антитела к этой бактерии. И тогда мы скажем, вот это вот причиннозначенный возбудитель. Где вы это видели? Видели? Кто это делает в практике? Кто? У себя на участке. Кто это делает? Я к чему? То есть, на самом деле, все наши попытки получить причиннозначенный возбудитель у данного пациента при внимании, это все, это все, это все, это для того, чтобы закрыть глаза и сказать, ладно, я верю, я верю тебе, да, это слепокол, все. Но это ж не так. Поэтому и выработали протоколы, говорят, первым и единственным антибактериальным средством, которое назначают при вне больничной пневмонии неосложненной формы, является на букву А. А есть призы? Призы есть? Амоксицерин. Амоксицерин. И я скажу, если вы откроете протоколы лечения вне больничной пневмонии, наши, российские, казахстанские, Великобритания, Японии, Франции, везде одинаково. Амоксицерин. Все, не надо думать. Увидел, пневмонию увидел, ставишь амоксицерин первым препаратом. Понятно? Исключая Канаду. Канаду, они позапрошлом году, они несколько изменили, они говорят, нет, ребята, конечно, хорошо, но у нас все привиты. Против пневмокока. Все. И если у нас есть пневмокок, если есть пневмония, то это пневмокок, который вырабатывает бета-локтомазы. Наши штаммы не вырабатывают. Можно амоксицерин. И они первым антибактериальным средством при выборе поставили кладиэтромицин. А у нас амоксицерин. Еще раз, если это вне больничной пневмонии, вне больничной пневмонии, какой антибиотик мы назначаем? Амоксицерин. Вторая причина. О, чуть попозже. Вторая, нет, давайте вот это. Посмотрите, вот это мы назначаем все. А мы говорим, да, мы все знаем амоксицерин. Посмотрите, что мы назначаем. Вот азитромицин назначает французы. А я вам скажу, в Америке взяли, вообще исключили азитромицин, дегидратную форму при лечении пневмонии. 40% резистентности к азитромицин. 40%! А вот это мы все назначаем. А я хочу сказать, посмотрите, что мы еще назначаем. Как это, я не знаю, что это за препарат. Кот-три-максозол. А? Бесептол. Во-во-во, бесептол. Назначаете же, да? А какое единственное показание, ну, исключая инфекцию мочеводящих предель, единственное показание при респираторной патологии? Это какое? Пневмоцистная пневмония. Приз. Приз в студии, пожалуйста. Пневмоцистная пневмония. Все, других нет показаний. А вот обратите внимание, как мы назначаем. Мы говорим, да, у нас 70% скриптокок, который не выделяет веществ, которые разрушают лактонное кольцо. И мы назначаем все, что угодно. Все, что угодно. Ну, это особенности. О! Ну, это макролит-резистентные формы. Я хочу сказать, они будут увеличиваться. У нас они растут. В 95-м году было проведено исследование. Примерно 3% было. Сегодня уже до 20% врезистентных форм козолидам. До 90%. Аж прошло немного времени совсем. Это вы все знаете. Это я не хочу. А вот дальше. А вот было проверено исследование, показаны еще раз причины. Первое мы сказали. Второе – это дозы. Дозы. Педиатры тут есть? Педиатры, да? Есть педиатры? Это педиатры – это самые-самые-самые. Самые-самые-самые. Что делает педиатр, назначая, ну, любое лекарственное вещество? Он говорит, вы знаете, у нас же ребенок маленький. И поэтому мы дадим такую самую маленькую дозу. Самую маленькую дозу дадим, чтобы не было побочных. Пусть не будет и основного эффекта. Так оно и есть. Ну, у вас нет, да. Это у нас. Это у нас. У нас так оно и есть. У вас, конечно, нет. Но что у нас получилось? Вот у нас, говорят, амоксицелин назначается в дозе от 20 до 60 миллиграмм на килограмм асетил. От 20 до 60. А американцы, Канада, врачи Великобритании сегодня говорят, нет, ребята, нужно назначать 90 миллиграмм. Я не могу вам посоветовать 90 миллиграмм, потому что нет у нас ни в протоколах, ни чтобы вас юридически защитить. Но не назначайте дозы 20-30. Назначайте максимальную дозу, которая написана в инстракшене. А максимальная доза у нас там колеблется от 50 до 60. Если у вас написано в инстракшене 50, значит, этот препарат 50 миллиграмм на килограмм массы тела в сутки. И не надо... Это будет примерно средняя доза по-американски. А то, что учитывая увеличение миграции, к нам все больше и больше приходят штаммы другой чувствительности, поверьте, это так. И третье. И третье. Чрезвычайной важности. Это длительность антибактериальной терапии. А, вот же. Вот видите, вот тут вот. Взяли триал, поисследовали и показали, что ребята, кроме амоксицерина, больше ничего назначать не надо. Ну, это вот британские, таракальные, все европейские, таракальные общества, американские, все назначают только один препарат, амоксицерин. Вот это про коридорчик. Вот посмотрите. Мы же говорим, что должна быть база научная, да? Должны быть исследования. Вот я хочу вам показать. Это количество пациентов, которые были исследованы при негоспитальных вниманиях. И все получили... Все получили хороший результат. Все. Но есть еще одно маленькое условие. Это время назначения антибиотиков. Если вы назначаете антибиотики, после 48 часов развития пневмонии, ваш успех уменьшается на 50%. Вы должны назначить в первый час... Не, не назначить. Назначить вы можете когда угодно. Вы должны добиться того, чтобы ваш пациент в первый час после постановки диагноза пневмонии получил уже амоксицерин. И я хочу сказать, вот в штате Калифорния был проведен такой эксперимент. Они попросили, чтобы доктора писали. И доктора стали писать. Поставлено пневмония там в 10-20, а учитывая, что там не ездят на дом, а в 10-25 уже пишут. Был принят антибиотики. Было принято. Летальности не стало. Но касаясь летальности, я такой вам маленький секрет открою, пока главный педиатр МОЗ Украины здесь. Вот у нас примерно в год умирает около 100 детей от пневмонии. Примерно. Ну, там чуть больше, чуть меньше. А вот в Англии нет ни одного случая. Летального исхода от первичной пневмонии. Есть летальные исходы от пневмонии у лиц с муковисцидозом, спидом и так далее. А вот первичной пневмонии нет летальности. Это связано не с тем, что там какие-то сверхлекарства. Это связано с одним. Раннее назначение оптимальной дозы. Ну, и длительность. А, длительность назначения. Я еще раз хочу. Это чрезвычайно важный момент. Понимаете, мы с вами долгое время считали, что бактерии ведут такой плантонный образ жизни. Они плавают, и никто им не нужен. А потом мы стали понимать, что они могут организовать биопленки, строить свои города, там жить. В чем вопрос? Думали, что биопленки организуются там после третьей недели болезни. Оказалось 24 часа, и есть начало уже, начало биопленки. Если мы с вами назначаем антибактериальное средство, в первые 24 часа мы предупреждаем развитие биопленки. А что такое биопленка? Это такой целлюлезный кожух, где бактерии находятся в анабиотическом состоянии. И они там ничего не делают, они никого не убивают, ничего не... Но в какой-то момент человек выздоровел, все нормально, биопленка у нас там живет, бактериальная, патогенная. А и в какой-то момент случилось сверхнапряжение. И любое сверхнапряжение у нас приводит к повышению синтеза окситоазода. Окситоазод активирует эти бактерии. Они переходят из анабиотического состояния в нормальную жизнь, уходят из этой биопленки, мигрируют, адгизируют в другом месте, колонизируют и вызывают новые инфекции. Сегодня я считаю, что все децидивирующие бактериально-воспалительные заболевания, будь то респираторного тракта, кишечного тракта, мочеиспускательных каналов наших связаны с одним. Связаны с развитием биопленки. Патогенные биопленки. Это мы с вами неправильно лечили, не так долго лечили. И если мы лечим короткими курсами, как там, я не буду называть препарат, давайте три дня лечить. Было же? Я не слышал. Давайте три дня. Если мы с вами не добиваемся эрадикации, мы с вами добиваемся жизни патогенной биопленки. И значит децидивирование болезни. Именно данные возбудители. Ну, я бы хотел сказать еще один такой важный момент. Это формы. Формы. Детские формы. Назначайте детские формы. Суспензии и салютабные формы. Что такое салютабная форма? Что такое салютабная форма? Кто скажет мне? Растворимая. Вопрос номер... Ответ номер один. Растворимая. Диспергируемая, да? Не мелкая, а диспергируемая форма. Ну, понимаете, за этим скрывается один маленький секрет. На самом деле это революционные изменения. И когда американцы назвали салютабную форму, они как бы взяли и немножко... У них это иначе понимается, а у нас мы взяли, тупо перевели растворимая форма. А в чем смысл? Вот, скажем, амоксицерин. Амоксицерин не растворяется в воде. Что бы вы с ним не делали? В воде он не растворяется. Мы говорим салютабный, то есть растворимый. Нет. Он все равно не растворимый. Но он упакован в такую форму, что он всасывается так, если бы вдруг по мгновению волшебной палочки он стал растворимым. Понятно, да? Если бы вдруг... То есть мы говорим, что за этим скрывается, что его биодоступность становится одинаковой у всех и достигает 96%. Не 60, как не растворимый, не салютабный, а 90%. И у всех одинаковый. Поэтому нам все равно, как у нас происходит всасывание, как у нас работает желчный пузырь, сколько там желчных кислот, сколько там витаминов... Все равно. Он всасывается у всех одинаково. И очень высоко. И поэтому мы говорим, что это такой препарат, который становится... Если бы вдруг бы... Вдруг бы... Он все равно не растворим. Он стал бы растворимым. И поэтому я всем рекомендую назначать салютабные или растворимые формы. Ну, на крайний случай, суспензионные формы. Не назначайте таблетки. Особенно, когда вы говорите... Мы их поделим, поделим, поделим. Делите же? Делите, делите, делите. Я молодым специалистом работал в роддоме. Ну, вот, вижу люди, меня понимают некоторые. Большинство, конечно, нет. А некоторые меня понимают, которые всем, всем новорожденным давали димедрол. Но не было димедрола растворимого в жидкости. Не было. Брали таблеточку. Не-не-нет, мы порошочек делали, кокаиновую полосочку на 10 частей. Да, 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 было. Не делайте этого. Есть салютабные формы. Вы должны добиться того, чтобы ваш пациент, у вашего пациента всасывалось... Чтобы у вашего пациента всасывалось так, будто бы это идеальный пациент. Ну, и, конечно, как часто принимать? Я, понимаю, немножко перебрал время, но, простите, как часто? Это... Когда мы с вами лечим пациентов системными болезнями, нужно принимать как можно чаще. Да. Чтобы постоянно поддерживать концентрацию в сыворотке крови. А когда вы лечите очаговые процессы, нужно принимать так, чтобы были пиковые дозы. Два-три раза в день. Пиковая доза. Тогда эта концентрация пробивает барьер. И то, что пробило, то, что попало в очаг, остается там. А если вы постоянно поддерживаете низкую дозу, ну, постоянную, да, в крови у вас будет хорошая концентрация, но в очаге не будет. Это очень важно. Когда даже вы лечите дисептический процесс, но если очаги, лучше, лучше применять пиковые дозы. Ну, суспензия, да, и вот последний, как бы, моно- и дегидрат. Ну, это вы все знаете. Просто тут, как бы, наглядно. Чем отличаются? Мы когда... Это все началось с того, что взяли и поделили бактерии, чтобы они между собой передрались. Ну, да, говорят, это вне клеточные, а это внутриклеточные. На самом деле не так. Все они и вне, и внутриклеточные. Все. Смысл в чем? Что на самом деле, когда бактерия попадает внутрь клетки, она ее не только инфицирует, сколько она прячется там. Есть такой специальный зиппер... Есть у кого-то зиппер, да? У меня есть. А зиппер-механизм у клетки есть. Этот зиппер-механизм погруз... Микроорганизм погружается в клетку, окутанной мембраной нашей собственной клетки. И он погружается для того, чтобы избежать действия антимикробных пептидов, антибиотиков и прочих других антисредств против себя. Он там пережидает момент отцового воспаления. Он понимает, отцовое воспаление всегда приводит к тому, что его убьют. Он погружается туда, там в этой его коле размножается и очень неплохо. Потом его коле поднимается вверх, он выгружается наружу и продолжает свои воспалительные действия. Понятно, да? Но некоторые бактерии это делают хорошо, а некоторые плохо. И поэтому как бы и мы их делим. И поэтому нам нужны эти бюджи, которые хорошо проникают сквозь липидный слой, которые растворяются в липидах. Амоксиси не растворяются? Не, не растворяются. А вот этот азолит растворяется. Естественно, чем меньше воды, тем лучше он проходит через мембрану. моногидратная форма, ну, сандоса, да, хорошо проходит через мембрану клетки. Поэтому мы как бы делаем выбор. Но я тут вам скажу еще один такой, это не секрет, не секрет, не секрет, но скажу. Взяли, провели исследование, взяли пациентов с микоплазменной инфекцией. Мы знаем же микоплазменную инфекцию, да, бактерии, где они чаще всего внутри клетки, то есть большую часть они проводят в клетке, но когда в нокле они не вызывают болезнь, то есть нет инфекции, нет воспаления. И пролечили амоксицелином 90 мг на килограмм массы тела в течение двух недель. Эффект был точно такой же, как будто плечили азоридами. Потому что он на них действует, когда они выходят на поверхность и совершается килинг. И уже некому погружаться обратно. Поэтому на самом деле лечебный эффект этих препаратов он у нас немного сдвигает, говорят давайте, но есть один показатель. Да, если есть энергическая реакция на бета-локтамы, вы назначаете азориды, азоридамицин или цифалоспориды, ну это, или цифалоспориды, потому что там есть возможно, да. Спасибо вам большое. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ